Девушки отдыхают Какие у меня способы есть? Может с помощью этого ведра, я не знаю, там ключ какой-нибудь лежит Ведро Воды в нем нет, но зачем оно здесь? Ох, боже, да, я понял, какая мерзость Нет, ведро не подходит С помощью цепей поспать может быть? Отдохну хотя бы сейчас Выглядит весьма неудобный и холодный Как долго мне придется здесь пробыть? Без понятия Ну никак с помощью Ви я сейчас вылезу отсюда Может быть дверь вообще не закрыта? Тишина Кажется, я здесь один Сколько времени я пробыл без сознания Какое сегодня число? Хотя какая разница, я даже не знаю, какое сейчас время суток Кто-нибудь вообще знает, что я здесь? Меня ведь должны проведать, разве нет? А если я умру здесь? Мое тело просто оставит гнить? Что произошло с телом Вильяма? Полиция должна была отвезти его в морг, если орден Золотой Зари не добрался до него раньше В особняке сейчас должно быть полный бедлам Когда меня похищали, везде была кровь и обнаженная женщина в центре комнаты Отец всегда говорил, что я слишком робок, когда дело доходит до романтики Вот бы он удивился, если бы увидел Господи, как же я жалок Кто-то идет Надо собраться Надо собраться, держись Джереми Аккуратней, сэр, ступеньки Благодарю, мистер Ниш Вы очень любезны Альберт? Хотя, я не удивлен Ого-го, вы только посмотрите, кто проснулся Как спалось, красавчик Мистер Ниш, пожалуйста, будьте вежливы Мистер Моэс и так многое пережил за последнее время Как скажете, босс, любой приказ за ваши деньги Хм, да, Джереми Мальчик мой, поздравляю вас Великолепная победа, вы буквально выбили злодея из этого мира Вот это дух Я уже не уверен, кого здесь стоит считать истинным злодейным, мистер Стоунлофт Прошу прощения Если мне не изменяет память, победа становится победой, когда пал король, а не фирс Джеки был действительно впечатляющим существом Вы потратили так много сил, чтобы его создать Чарли, оставь нас, пожалуйста Мистер Стоунлофт, вы уверены? Я... Все в порядке, я контролирую ситуацию Спасибо за беспокойство Как сказали, если что не так, кричите, я буду неподалеку Карлос дурно на вас повлиял, Джереми Возможно Но ведь не Карлос был первым, кто изменил мою мысль в худшую сторону Это ведь благодаря вам сейчас я такой верно? Или моя одержимость была идеей Дженнифер? Нет, нет, что вы Ни Дженнифер, ни Гарри не предполагали ничего подобного Впрочем, сейчас это не столь важно Джеки был ошибкой, великолепной, выдающейся ошибкой Ошибкой столь яркой, что ее свет ослепил меня В сиянии моего провала я не заметил, как успех столь желанный, столь и незаметный пришел в мои руки Что? Я не понимаю Ах, ну конечно не понимаете, мистер Майес Вы еще молоды, наивны и неопытны Со временем любой демонолог осознает свои слабости и ограничения Осознает, что для достижения целей понадобится время Лишь мудрое планирование и умение не сдаваться после любых неудач позволяет достичь триумфа Не знаю, правильно ли это я прочитаю или нет, но пофиг Аман, Виктория, Сурам, мистер Майерс, победа любит подготовку Хех, ну конечно, я понял Действительно? Мне кажется, я имею в виду с абсолютным безумцем, мистер Стоулафт Я... я давно должен был это понять И вновь вы меня разочаровываете, Джерми Пройти столь многое и познать так мало Поистине прискорбно Хватит, пожалуйста, хватит, Альберт Сейчас вы последний, чье морализаторство я готов воспринимать серьезно Как пожелаете Я не имею никакого морального права отказывать вам в праве на заблуждение, Джерми Сказать, совсем скоро вы все поймете сами Пока что советую располагаться Вам придется провести в этом помещении некоторое время Всего вам хорошего, мистер Майерс Альберт? Что вы творите? Не оставляйте меня здесь! Ушел Ви, ты слышал? Каждое слово В этот раз ты не кричал у Альберта угрозы у меня в голове? Неужели эффект пропал? Нет Происходило то же самое, что и в прошлый раз В этот раз я ожидал эффекта и смог подготовиться Весьма предусмотрительно Спасибо, эта встреча подтверждает мои догадки Я пересекался с Орденом ранее Ты так уверен? Стабильная реакция на Альберта еще не гарантирует верность всех твоих теорий Дело не только в моей реакции Альберт только что рассказал много интересного Я услышал только бахвальство и самолюбие Значит, ты плохо слушал Альберт озвучил как минимум два очень важных утверждения Во-первых, он назвал Джеки паровалом Он не отрицал, что приложил руку к его созданию Во-вторых, по его словам, мероприятие, в результате которого полечились мы, оказалось успешным Я помню все это, и что с того? Тебе действительно стоит научиться проводить логические цепочки, Джереми В нас есть что-то, чего не было в Джеке Скорее всего, это не только наше существование без взаимного подавления Он сказал, что это было сложно заметить Также он сказал, что скоро мы все поймем сами Даже без пояснений это является весьма ценной информацией Что заставляет сделать еще один вывод Альберт уже не воспринимает нас как угрозу Иначе последнего разговора бы просто не было бы Было бы здорово, если бы он нам рассказал вообще все Раз уж он уже не воспринимает нас как угрозу Альберт далеко не идет К сожалению Открывать все карты до своей полной победы довольно-таки глупо А сейчас, значит, еще не полная победа Чего еще Альберту не хватает Переломать мне руки и ноги, чтобы не сбежал Может быть Мы и не представляем для него угрозы Но у нас все еще остались союзники Хотя идея с переломами тоже весьма неплоха Постарайся не озвучивать ее рядом с Альбертом Гарри, Гарри может нам помочь Допустим, союзники у нас есть Допустим, и что нам делать теперь? Ничего, нам остается только ждать Не самый лучший план на моей памяти, Ви Лучший из тех, что у нас есть на данный момент Я не буду отвечать на твои запросы некоторое время Мне нужно подумать Постарайся отдохнуть за это время Легко сказать Посмотрим, насколько комфортабельна эта кровать Ммм, что? Кто? О, моя спина! Это лежанка! Сама по себе пыточный инструмент Уф Кто-то идет Ай, черт! Проклятое подземелье здесь вечно делают низкие потолки Гарри Слава богу, он меня нашел Гарри, Гарри, я здесь Слышу! Сейчас подойду, никуда не уходи Очень смешно Фух, наконец-то нашел Мне пришлось немало побегать, чтобы найти В какую дыру тебя засунули Я думал, это очевидно, Джереми Но суть современного решения проблем в том, чтобы решать их вместе Не то, чтобы я не впечатлен тем Что ты отвернул одержимую башку и отправил демона во свояси Просто уточняю на будущее Гарри, как же я рад тебя видеть Только я не отворачивал башку одержимого Лишь как знал демона Ах, ну конечно, это безусловно меняет дело Что происходит? Почему меня посадили в клетку? Приходил Альберт и... Происходит странное Альберт, судя по всему, окончательно тронулся умом Да, я заметил Альберт совсем обезумел Ха-ха-ха, ты даже не представляешь Если бы Золотая Заря была государством Я бы сказал, что мы на пороге гражданской войны Альберт объявил всех ортодоксов устаревшими и... Он что, выгнал всех из Ордена? Нет Большинство членов Ордена аристократы, знаешь ли Благородные семьи, прямо скажем Не оценят подобный жест Он поступил немного более тонко Создал новый Орден Орден в Ордене, так сказать Назвал его храмом Исиды Урания И пригласил в него, цитируя Наиболее посвященных и заслуженных мужей Ордена Которые совершенно случайно оказались сторонниками модернистов И Альберта в частности И что, это все? Джеки изгнан, и я безврежен Конец истории Подожди-ка А как ты меня нашел? Спрошу у него второе Чудом и заранее Микарлоса Честно говоря, я бы никогда не нашел тебя так быстро Не начнись в Ордене Бардак из основания храма В такие моменты люди становятся неаккуратными Могут сболтнуть лишнее Пару адресов, например То есть, вот так просто кто-то в открытую сказал Где меня держат? Нет, кое-кто в открытую сказал, что у Альберта есть Гроссбух Который лежит в запретном ящике стола Который стоит в запретном кабинете Альберта В котором есть список из почти пяти десятков адресов Которые... Давай сойдемся на том, что это было не просто хорошо В особенности сейчас, когда у нас есть более серьезные проблемы Мне не нравится, как это звучит Ха-ха-ха Сейчас я опишу тебе ситуацию И оно начнет тебе нравиться еще меньше Видишь ли, теперь Альберт фактически вообще ни от кого не зависит У него нет сдерживающего фактора Уж не знаю, кто его надоумил Но теперь он собирается продолжить эксперименты с содержимостью Но как? Я думал, что Карлс контролирует ситуацию Карлс тоже так думал Увы, если Арберт что и умеет Так это говорить Он обернул твою победу над Джеки таким образом Словно все это было спланировано им с самого начала О, о боже Так вот что за успех он имел в виду Карлс собрал что-то наподобие сопротивления Собственно, прямо сейчас я собираюсь тащить тебя в наше первое собрание Вивала революцию Ха-ха Я бы и сам не сказал лучше, Джереми Мы выдвигаемся прямо сейчас? Да, сейчас Конечно, если уют тюремной камеры не пришелся тебе по нраву Ха-ха-ха Великолепная шутка Дай пройти Брошу, милорд Будьте осторожны На лестнице низкие потолки Выйдя из подвала, служившего моей тюрьмой Мы направились к месту встречи Гарри уверенно вел меня по грязным улице Ист-Энда Петляя и сворачивая в узкие переулки Мы медленно продвигались по заводскому району Лондона К моему удивлению, нашей целью оказалось весьма неожиданное здание Скрытое от любопытных глаз далеко в порту Наконец, нашему взору открылось здание, спрятанное в Адоном из портовых переулков Сам бы я никогда его не нашел Гарри сказал, что это место идеально соответствует нашим планам Тогда я еще не понимал, почему на его лице блуждает хитрая улыбка Гарри, мы уже идем почти час Мы почти на месте, не волнуйся, без нас все равно не начнут Если ты так говоришь Почему мы пришли в доки? Встреча состоится на корабле? Нет, демонологи устраивали тайные встречи на кораблях Еще во времена, когда аристократы предпочитали Жигать оккультистов на кострах, нежели Присоединяться к ним Сомневаюсь, что Альбет решится сжечь нас вместе с кораблем Я и не говорил, что он собирается нас сжигать Я имел в виду, что корабль, напрашивающийся для любого демонолога Нас быстро обнаружит В таком случае, куда мы идем? Уже никуда прибыли Это? Конечно, это не тот заброшенный особняк, к которому призывали Ви Но выглядит не сильно лучше Изнутри он выглядит значительно лучше, поверь мне Заходим Мы и так привлекаем слишком много внимания Какое внимание? Здесь же никого нет Ай, Гарри, не толкай меня Почему мы так торопимся? Ай-яй-яй-яй-яй Все, хватит Мы уже вошли Что за место? Это... Это... Что за... Ах, новое лицо Добро пожаловать в водную сирену, сэр Я... Я не... То есть... Не беспокойтесь У нас вы сможете забыть обо всех ваших тревогах Расслабьтесь и проходите Наши девочки помогут вам Г-г-г-г Гарри, что за чертовщина здесь происходит? Куда ты меня притащил? Ну, мистер Майерс Держите себя в руках Люди здесь отдыхают В конце концов Гарри, ну конечно Мне стоило догадываться С самого начала Тебе еще не надоела эта шутка? Ни капельки, Джереми, знакомься Мария Вальтер Владелица этого замечательного заведения Мэри, это Джереми Майерс Последний член нашего маленького клуба Весьма рада с вами познакомиться, мистер Майерс Мне тоже очень приятно С вами познакомиться, мисс Можете звать меня Мэри Судя по тому, что вы пришли сюда Вместе с Гарри Отдых не входит в ваши планы По крайней мере, на данный момент Обращайтесь ко мне Если вам что-то понадобится Джереми, твой сожитель опять буянет? Ты что-то побледнел Гарри Зачем ты привел меня в бордель? Как минимум, чтобы посмотреть на выражение твоего лица Эффект превзошел все мои ожидания А еще потому, что встреча с сопротивлением пройдет именно здесь Здесь? В портовом борделе? Кому пришла в голову эта ужасная идея? Кто знает Может быть, мы многое не знаем о Карлосе Ну ладно, признаю, это была моя идея И прежде чем ты начнешь читать не проповедь О чистоте и морали Я задам тебе один вопрос Ты можешь представить себе встречу Посвященных оккультистов в простом бортовом борделе? Во имен всего святого, конечно, нет Вот именно Никто не ожидает В том числе и Альберт То есть Ты сейчас хочешь сказать, что это лишь прикрытие? Хитрая маскировка? Великолепная идея, согласись Ах У тебя до сих пор удивленное выражение лица Допустим Допустим, я верю, что это всего лишь прикрытие и ничего больше Но тогда позволь мне задать тебе один вопрос Я весь понимаю Если ты хочешь спросить, как мне в голову пришла настолько хорошая идея Почему ты знаком с хозяйкой борделя? Почему она зовет тебя Гарри Если это исключительно прикрытие? А, ну Я им И ты зовешь ее Мэри И что она имела ввиду под Еще не надоела эта шутка? Допустим, я посещал это заведение раньше В целях разведки, конечно же А, не, не в целях разведки Хватит, Джереми Мы оба уже давно выросли из возраста Когда подобные шутки были забавными Карлос должен привык с минуты на минуту Пока что можешь осмотреться Так вот как выглядит старость Когда подобные шутки перестает быть смешными Ха-ха-ха Очень надеюсь, что Карлос доберется без происшествий А пока остается только ждать Ух ты Мистер Майерс, вы что-то хотели? Я просто хотел поблагодарить вас за... Эм... Представленную возможность Возможность? А-а-а Вы про комнату для переговоров Всегда пожалуйста, друзья Гарри Мои друзья К тому же Та комната все равно не пользуется особенной популярностью Слишком большая Помню, в последний раз ее снимали где-то 3 месяца назад Тогда нашими гостями была команда китобойного судна Знаете, я тут вспомнил Мне срочно нужно обсудить нечто важное с Гарри Рад был с вами поговорить Присвятая Дева Мария, я абсолютно не готов к подобному Джереми, нам надо поговорить Ты что, совсем с ума сошел? Не здесь? Это важно Хорошо, поговорим на улице Что... что случилось? О чем ты хотел поговорить? Почему ты так прореагировал на эту женщину? Мисс Вальтер, что ты имеешь в виду? Я прореагировал на нее вполне естественно Нет, ты не реагировал так на других женщин Я все еще не понимаю, о чем ты Мария, красивая женщина, вот и все Кхм Дженнифер и Кейлин Весьма привлекательны по человеческим меркам Тем не менее, ты не реагировал на них подобным образом По человеческим меркам? Ты хочешь сказать, что у Маору есть меры красоты? Какое это имеет значение? Какое это имеет значение? Очень большое! Ты мой единственный источник эссенции Любое явление, повышающее твой и собственно наш энергетический потенциал Заслуживает пристального внимания Вот оно как! Стой, подожди-ка секунду, что? Что значит единственный источник эссенции? Ты что, питаешься мной? Нет, у тебя неправильное понимание того, что такое эссенция, Джереми Силы, которыми мы с тобой пользуемся, не являются пламенем в камине А эссенция не выполняет функцию дров Корректнее будет сравнить силу с речной водой, сдерживаемой плотиной А эссенцию с шириной зазора, через который вода протекает То есть, ты хочешь сказать, что эссенция не мера имеющая силы, а мера предельного количества силы, которые можно взять из вашего мира? Да, я рад, что ты получил хорошее образование, Джереми Работа со знающими людьми экономит время Силу ряда причин я не могу получать эссенцию массово, как это делал, например, Джеки Как видишь, в моей заинтересованности твоими эмоциональными реакциями нет ничего удивительного Поль от гибели Уильяма была недостаточной Я все еще не понимаю, как это связано с Мэриву Я все еще не понимаю, как это связано с Мэри Реакция на ту женщину показалась мне любопытной Возможно, мы сможем решить сразу две проблемы Две проблемы? Я понимаю, что ты воспринимаешь как проблему недостаток эссенции, но не осознаю суть второй Сблизившись с этой женщиной, ты сможешь легче пережить потерю Уильяма Ха-ха-ха-ха-ха Да, я думал, что уже привык к твоей логике, но это, похоже, просто невозможно Простые удовольствия позволяют смягчить болезненные переживания Мэри красива, достаточно молода и наверняка профессиональна Да, я считаю, что воспользовавшись услугами Мэри, ты будешь чувствовать себя лучше Виты Тебе нужно продолжать учиться понимать людей Пока что получается на редкость паршиво Я учту Полагаю, мы закончили обсуждение этого вопроса Предлагаю вернуться обратно Отличная идея Интересно, сколько еще придется ждать? Мистер Майерс, вы прибыли Я знал, что план мистера Фишера увенчается успехом Рад слышать, что хоть кто-то был в этом уверен Мистер Саведро, рад видеть, что вы прибыли в добром здравии Мы ожидаем кого-то еще? Мистер Майерс, добрый вечер О, мистолов? Я не ожидал Я тоже Гарри, тебе хотя бы отдаленно знакомо значение слова стыд? Или ты решил, что это смешно? Ну, если быть абсолютно честным, это действительно немного забав Я не закончила Того, что вы втянули меня в свою авантюру, вам показалось мало? Вы решили, что провести встречу в портовом борделе будет великолепным дополнением, не так ли? Мало того, что вы с мистером Майерсом вторую неделю играете в мушкетеров Теперь вы решили... В мушкетеров играют лягушатники Настоящие английские парни играют в королевскую морскую пехоту Во имя всего святого прекратите ваше ребячество, мистер Фишер Я бы посоветовал вам прислушаться к собственному совету, мисс Тонлофт Дамы и господа, спасибо, что прибыли Предлагаю не терять времени и пойти в переговорный зал Великолепная идея, Мэри, все готово Уже давно, комната подготовлена для ваших целей, дорогие гости, прошу, следуйте за мной Хм... Что ж, это весьма эффектный выбор, мистер Фишер Спасибо, Карлос, я считаю, что занавески подходят к цвету моих глаз Вы не находите? Если мне не изменяет память, мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать обстановку борделя джентльмена Да-да, конечно, прошу прощения Дамы и господа, прошу вас, располагайтесь Объявляю первое заседание группы выхода из сложившегося кризиса открытым Нам определенно требуется название покороче Не могу согласиться Сегодня мы собрались, чтобы обсудить текущее положение дел в Ордене Золотой Зари Джереми, мистер Фишер ввел вас в курс дела Да, более-менее Эксперименты с содержимостью Именно К сожалению, Альберт оказался куда более хитроумным политиком, чем я Если бы мы только знали, мы... Сделали бы то же самое, политика безусловно важна, но никакие политические дебаты не дают чудовищу право свободно разгуливать по улицам Лондона Спасибо за эти слова Без проблем, Джереми, обращайся Я тебе еще и не такое на плиту, мне не жалко Прямо сейчас Альберт начинает подготовку к экспериментам с содержимостью Несмотря на номинальную зависимость от Ордена Золотой Зари, храм Исиды Урании перехватил контроль практически над всеми ресурсами Ордена Храм Исиды Урании целиком состоит из модернистов Каков ваш... Каков наш план? Мы хотя бы примерно знаем, что делать, сколько у нас времени Каков наш план? Да, но только примерно Сейчас нашей основной проблемой является не Альберт как таковой, а начатые им эксперименты Противник превосходит нас численностью, но не мастерством Храм был основан буквально вчера, у членов новой организации Альберта просто не было времени на формирование эффектной схемы взаимодействия Поэтому нам нужно действовать быстро, пока силы противника не скоординировали свою деятельность Действовать? Ты хочешь сказать, что у нас есть конкретная цель? Не совсем Мы начнем действовать, проведя первичную разведку Мы знаем, кто наш враг Мы примерно знаем, какими ресурсами он располагает Нам всего лишь нужно узнать, какова его финальная цель и как именно он хочет ее достичь После чего найти в его плане слабое место и ударить по нему Все просто Замечательный план, но я все еще не услышал, как мы собираемся это сделать Я владею знаниями о нескольких лабораториях моего отца, мистер Майерс Гарри также обладает довольно-таки важной информацией Мы изучили интересующие нас места в поисках улик и зацепок Дальнейшее планирование будем производить на основе результатов и разведки Весьма военизированный подход к делу, мистер Фишер Безусловно, и Альберт весьма ценил меня за это, уверен, вы будете ценить не меньше Поверю вам на слово, таким образом первичный план у нас есть Предлагаю вернуться к оставшимся вопросам Что ж, мы обсудили все текущие вопросы Объявляю первое заседание грубого выхода из сложившегося кризиса завершенным Согласна, нет смысла тратить время попусту Нам предстоит много работы Пора расходиться, я поеду первым Дженнифер и Карлос отправляйте через десять минут после моего ухода Выходите через черный ход Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И пополним свои чакры Ну или Расширю свой проход Как они там в эссенции Но это уже будет в следующей серии А сейчас всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал Всем пока! Подписывайтесь на канал